всем привет это косметичка уходовая августа месяца и это видео я снимаю в саду своей мамы слушайте набрызгалась от комаров но все равно летают прилипают поэтому я периодически буду делать вот так видимо во время видео у меня все время какой-то экстрим ну из чего я начну на обзор мне прислали щетки щетки японские фирмы хапика и чем примечательны эти щетки тем что ими можно чистить без зубной пасты они какие-то с какими-то там ионами и она электрическая со сменной насадкой то есть насадку можно поменять легким движением руки включается на самом деле не очень удобно когда ты уже нанес сюда пасту а тебе нужно вот здесь вот перещелкнуть выключатель и вот так она жужжит по сравнению с обычными электрическими щетками у нее немножко другой как мне показалось принцип действия то есть она вибрирует и на верхней челюсти например мне эти вибрации были не очень комфортны на нижней нормально то есть отдает когда верхнюю челюсть чистишь зубы верхние то отдает немножко в голову но к этому привыкаешь практически быстро но я за день два особенность да я конечно попробовала и чистить без зубной пасты мне не понравилось чистить без зубной пасты потому что эффекта мятной свежести во рту нет ну понятно раз пасты нет свежести мятной нет а это уже многолетняя привычка и ну кому-то может быть кого-то аллергия на пасты и это как раз тот самый выход приобрести такую щетку и ей пользоваться но без пасты конечно эффект у меня длился чистых зубов очень недолго непродолжительно я связалась представителями компаниями задала вопрос может быть я что-то не так делаю на что мне ответили что для того чтобы чистить этой зубной щеткой без пасты нужно примерно месяц ну потерпеть а потом уже нормально она будет чистить и я честно говоря не готова к такому ожиданию длительному я не могу брать с собой щетку на работу там еще до чищать в течение дня не хочу поэтому во первых я чистила с пастой во вторых я девочки все-таки больше люблю нашу силиконовую зубную щетку электрические щетки ну как бы нет не то чтобы не дни долюбливаю но мне проще обычной щеткой почистить зубы но это тоже в принципе нормальная щетка как что еще хотела сказать по поводу чистки зубов без пасты очень меня удивил тот эффект что неприятные ощущения во рту которые с утра присутствуют до после которых хочется почистить зубы они уходят то есть свежести нет но полость рта чистая вот это меня очень удивило ну и из плюсов моей зубной щетки в том что что она в футляре ее можно куда-то брать с собой в поездку работает она от батареек и пришла ко мне вот в такой упаковке на которой написано что сто процентов японское производство чистит без зубной пасты есть футляр более 20 миллионов продаж в японии антибактериальный эффект японский стандарт безопасности указан какой клинические следы низкий уровень шума премиуса и доступно 6 сменных насадок но это все можно посмотреть на сайте по ссылке под этим видео гарантия на щетку 12 месяцев она вообще без срока годности но это вот вся информация инструкция по эксплуатации чтобы включить щетку переведите выключатель в счет положение он после чистки зубов выключите и меняйте насадки раз в три месяца по идее если она антибактериальная ее можно видимо вообще не менять бактерии же не плодятся получается ну и вторую щетку я получила тоже от них это детская зубная щетка попросила для своего сыночка он не очень любит чистить зубы и для меня это был ну прям выход я подумала возможно этого простимулирует и так и произошло принцип включения точно такой же синяя щетка для мальчика и вот здесь он наклеил наклейку было в наборе 4 наклейки можно всю щетку заклеить но я им сказала подожди андрюш 4 но здесь это не наклейка и сказала подожди я обзор сниму потом ты на хоть всю щетку себе обклей держи отдаю можешь обклеивать свою щетку ну а я продолжаю свой обзор и теперь приступаем к тому чем я очищаю свое лицо первое что я беру это мицеллярный гель я его не наношу на диск поскольку он остается на поверхности скатывается наносить его с диском неудобно я просто его наливаю в руку в ладони разношу по лицу протираю и этим самым снимаю макияж мне нравится больше мицеллярный лосьон который я купил мицеллярную воду из серии эксперт фарма но а пока не кончился видите здесь еще много я к нему не прикасаюсь следующий этап это я снимаю макияж из глаз и до очищают этим двухвазым средством лореаль заканчивается уже обязательно буду повторять оставляет жирность если эту жирность не смывать то остается какая-то пленка вокруг глаз она морщинки в общем это все потом выглядит как будто я уже вообще старуха старая подчеркивает настолько морщины я это все смывают и жирность смывая несмотря на то что как двухвазный пользуется жидкостью сначала мы взбалтываем наносим на диск жирная часть остановится остается на поверхности а если перевернуть там нас там тонизирующая то есть жиром не проникает через ватный диск и сначала я жирной частью протираю глаза затем переворачиваю и тонизирующий но все равно это жирность полностью не уходит поэтому мне приходится еще использовать после всего вот этого что я уже показала различные очищающие средства на утро у меня совершенная пенка ум для умывания от в серии гардерика эта серия 40 плюс ну а на вечер немножко сильнее я бы сказала средства это гель для умывания вербена очень мне нравится аромат я вообще люблю вот эти все природные ароматы ароматы эфирных масел каких-то травы и цветов поэтому мне он просто шикарно подходит и очень экономичный этот гель я не знаю когда он у меня закончится дальше я очищаю лицо тоником тонизирую тоником и финальный этап очистки щипет не щипет да девчонки немножко жжет он мне все-таки лицо и я его смываю то есть я дочистила им лицо не знаю успела что-то протонизировать или нет но я смываю сейчас у меня приобрела я нежный тоник и не знаю даже попробую или нет но в общем если сильное жжение будет от этого тоника то я конечно его заменю на нежный ну а пока все в терпимом таком состоянии я пользуюсь ну и за одним давайте покажу масочки которые я использую для лица сейчас я очень активно стала использовать альгинатные маски это у меня антивозрастная у меня есть тонизирующие и вот я приобрела 4 увлажняющих они мне очень понравились у меня была одна оказывается за все время использования увлажняющую не пробовала имея не очень хороший опыт в принципе с увлажняющими масками любых брендов поэтому я увлажняющую и альгинатную не пробовал но попробовав поняла что зря это дело купила целых четыре штуки и раз в неделю делаю себе альгинатную маску дальше начала использовать вот эти две маски они у меня какое-то время стояли и я их не трогала то ли надоели то ли потребности не было может быть жарковато было для этих масок но сейчас они опять пошли в ход погода у нас челябинске очень нестабильная и в основном прохладная дальше вот все что у меня не в косметичке давайте сразу покажу использую крем маслу для тела я его заказывала как раз на тот случай когда я приеду из отпуска извините приходится делать паузы на непредвиденные ситуации с насекомыми крем масло для тела да взяла как раз для того чтобы использовать после отпуска не знаю как у вас но я когда приезжаю после моря кожа высушена солью солнцем и находясь на море таких ощущений не испытываешь когда ты помоешься у тебя вся кожа такая шелушиться белёсами такими чешуйками на фоне загорелой у меня каждый год такое происходит и я всегда а готовлю что-то жирненькое пожирнее помасленистее и в этот раз я взяла крем маслу для тела очень довольна этот эффект у меня прекрасно уходит но нужно два раза в день использовать даже если в начале а мне кажется даже три раза в день использовал потому что кожа махом все впитывает опять сухая ты опять это масло наносишь а сейчас уже спустя две недели как я приехала достаточно вечернего нанесения и все то есть я уже к одноразовому нанесению перешла для рук у меня обновляющий крем лакрем то что такое прям нещадно меня едят и что я купила активную сыворотку для коррекции фигуры здесь в этой упаковке шесть вот таких ампул по 10 миллилитров и такая ампула опять же у нас рассчитана на одно применение девчонки ну у всех фигуры разные возможно моей фигуре просто очень много одной ампулы я не знаю куда наносить мне кажется мне хватит вообще на все тело одной ампулы но мне не нужно на все тело я наношу на бедра и на область живота и в среднем ампулы у меня хватает на 3-4 применения так что курсом здесь заявлено 28 нужно дней пройти получается у меня ну пусть три на шесть в на одной ампулы мне хватает на 3 применения я использую два раза в день ой ну я не знаю хватит на две недели точно наверно мне хватит я конечно плохой щитовод вот использовала уже получается две ну одна еще у меня вскрытая пока эффекта я толком не вижу ну посмотрим что будет дальше теперь беру косметичку все дошли руки до моей косметички уходовой буду оттуда доставать все подряд и показывать ну и покажу отдельно у меня лежат матирующие салфетки для лица купила две пачки одна на работе вторая у меня лежит косметички вот так они выглядят очень тоненькие голубенькие маленькие я сравнивала их с визитной карточкой визитки вот обычные стандартные чуть чуть поменьше то есть чтобы вы поняли какого она размера очень очень тоненькая здесь в упаковке 80 штук достаточное абсолютно количество и я иногда наношу крем и если я допустим выходной не сразу крашусь то проступает небольшая жирность эти салфеточки лежат у меня в уходовой косметички я ими просто промакиваю и наношу уже дальше тональный крем дальше я приобрела смотрите что отбеливающий крем для лица и он у нас предполагает отбеливать пигментные пятна именно разрушать вот этот вот меланин который там образуется в коже и девчонки я решила только на одной щеке крем наносить ну для того чтобы понять он вообще работает или пигментация сама уходит но я использую его всего лишь три дня поэтому сейчас результаты говорить рано вообще я прочитала в каталоге что 50 дней нужно его использовать чтобы вот эти пигмент пигментные пятна ушли но мои пигментные пятна уходят и так через 50 дней потому что они спровоцированы активным солнцем солнце уходит в две недели прошло у меня уже практически ну процентов 50 точно ушло это пигментации потому что когда я приехала из турции у меня щеки выглядели просто грязными как будто бы вот эта пигментация выступила огромными участками на нижней части щек и они выглядели грязными сейчас уже такого нет то есть даже при отсутствии отсутствии тонального крема на лице это выглядит все вот так более-менее ну я все равно решила провести вот такой эксперимент на правую щеку я наношу этот крем ну именно на те участки где пигментация обхожу здоровые участки будем так и говорить будем так о них говорить а на левую щеку я не наношу вообще то есть посмотрим какой-то период времени будет эта щека светлее или не будет ну и таким образом мы попробуем понять эффективен он или нет ну опять же это будет касаться меня а у вас может быть совсем другой эффект сейчас спросите зачем ты нам тогда все это рассказываешь ну я просто буду это делать и если вам интересно то смотрите косметички месяца буду вам буду вас информировать работает не работает дальше последняя капля осталась на завтра сыворотка для лица интенсивного воздействия очень жаль что я больше не могу ее купить ее почему-то нет на сайте у меня были скептические какие-то мнения об этой сыворотке в самом начале использования но потом я просто на нее подсела вот просто подседаешь утром наносишь на область вокруг глаз наносила вот сюда на межбровную морщинку и немножко на носогубки все одной капли хватает то есть эти 15 метров если бы я не пролила у меня были бы еще но вот к сожалению кончилось и не знаю когда будет тоже уже подходит концу активная водоплатину но я уже купила новую наношу ее под ночной крем ночной уход это самый первый слой который я наношу на лицо после очищения вечернего я не знаю что но с утра более подтянутая кожа не наношу эту воду как как и рекомендую там на макияж у меня слишком много слоев макияжа и она вообще никак не проникнет на кожу поэтому наношу я исключительно на чистую кожу и тем самым мне кажется увеличивается эффект крема моего ночного в общем я довольна я иногда даже крем не наношу просто вот этой водой попользовалась и вот так достаточно ей довольно приятный очень аромат у нее и я вам тоже рекомендую дальше клеточный крем для кожи вокруг глаз и серии гардерика мне он очень нравится он достаточно легкий но дает тот нужный мне эффект который очень люблю когда ты трогаешь глаза после нанесения крема а здесь присутствует увлажненность то есть ты на ощупь трогаешь и понимаешь что кожа не сухая и она не сухая в течение дня я даже когда-то покупала очень жирные кремы для век и они такого эффекта почему-то не давали не смотря на то что жиденькая прям здесь текстура он спокойно перетекает из стороны в сторону он хорошо увлажняет кожу ну и здесь дозатор не надо туда лазить пальцем тоже большой плюс дальше тоже заканчивается у меня активная сыворотка с коллагеном здесь на пару применений осталось был еще и крем круговая пластика но он закончился вперед сыворотки и в этот раз вперед и я им допользую и получается я его наношу именно после воды ну тоже сейчас вот не всегда ночной крем практически не использую это прям время от времени тоже серии гардерика мне он очень нравится я его по качеству сравниваю с кремом кларан с которыми пользовалась ночным я уже девочки не помню как он назывался по-моему мультиактивом назывался а может нет ну все я уже не помню давно покупала и по эффекту он в с ним сравним но кларан стоит около трех тысяч а этот но сами знаете можно и за 350 рублей купить а если еще скидку оформить то еще минус 20 процентов кстати по ссылке под видео можете зайти оформить дальше для шеи у меня по-прежнему крем для шеи декольте реноваж из предыдущей серии здесь 75 миллилитров я наношу исключительно на шею декольте у меня всегда закрыта какой-нибудь футболкой или майкой когда открыто тогда наношу когда закрыто не наношу вот по такому принципу хотя понимаю что надо делать это на постоянной основе но но всегда мешает одежды дальше покупала я с истекающим сроком годности кислородное питание рстрим уже этой серии у нас нет это сыворотка я ее до этого покупала пару раз она мне понравилась и вспомнила что она у меня стоит достала и использую да у нее уже на данный момент срок годности истек но не и никак не поменялись ее свойства поэтому я спокойно использую и получаю удовольствие сыворотку вообще наносят под крем но сейчас кожа не требует еще поверх крема и я оставляю только сыворотку дальше что у меня ну неизменный бальзам антивозрастной для губ утро вечер у меня всегда начинается и заканчивается этим бальзамом на губах ну и активатор роста ресниц последней капельки из него достаю лежит уже следующий поняла что как только прекращаешь проходит пару недель и ты понимаешь ты прекратила использовать это средство поэтому я решила его использовать режиме нон-стоп пока не надоест ну и лежит у меня в косметичке дневной крем архиватор реноваж из новой линейки но тоже пока не востребован поскольку такое время года то холодно то жарко но кожи комфортно и только с сыворотками поэтому я его не использую но из косметички не убираю потому что ну потому что все потому что ну на этом все всем большое спасибо что посмотрели очередное мое видео с вами была марина соловьева до новых встреч всем пока